Девушки отдыхают Девушки отдыхают Этот день не выделен ни в одном календаре, но для самых молодых солдат, стоящих сегодня в первых шеренгах своего полка, отныне он будет самым знаменательным. Сегодня они принимают военную присягу. Наша военная присяга. Она родилась в борьбе с белогвардейщиной, родилась в то суровое время, когда империалисты 14 стран пытались интервенцией, блокадой задушить молодую Советскую Республику. Партия бросила клич. Трудящиеся к оружию и тысячи новых бойцов лились в ряды Красной Армии. Торжественное обещание. Так названа наша первая красная присяга. И первым произнес ее Владимир Ильич Ленин. Вспоминает генерал-майору отставки Александр Александрович Туржанский. Шел май месяц 1918 года. Я в это время молодым красноармейцем служил в первом революционном варшавском полку, который располагался в Рутийских казармах города Москвы. На вечерней поверке нам объявили приказ номер 44 комиссара Северскворецкого района. В нем говорилось, что мы должны принять торжественное обещание на верность советской власти. К этому торжественному обещанию нас будут приводить товарищи из Кремля. Но кто к нам приедет, нам не объявили. На следующее утро полк был выстроен против Крутийских казарм. Впереди был оркестр. И под звуки оркестра мы двинулись в направлении завода Микельсона. К тому месту, где сейчас стоит памятник Владимиру Ильичу, мы вошли в открытые ворота и нас провели в гранатный цех. Мы стоим в положении вольно. С места не сходить. И слышим внезапно нарастающий какой-то гул, крики «Ура!» и все ближе и ближе к нам. Мы недоуменно переглядываемся. Почему это такой звук? Мы смотрим сюда, и кто же это идет. Оказывается, впереди... Он снял кепку, проходит мимо нашего строя и потрясает ей здоровое знамя. Тут поднялся без всякой команды. Такой ленин, шум! Он поднялся на трибуну и хотел начать речь. Но говорить было невозможно. Тогда он вынул часы, поднял руку и началась тишина. Ленин нам сказал, что недавно Центральный исполнительный комитет, лично товарищ Свердлов утвердил торжественное обещание, которое сейчас я вам зачту, а вы повторяйте за мною фразы. Это обещание на верность советской власти. И начал читать. Мы слышали это и повторяли. И вместе с нами повторял, громко говорил, Владимир Ильич Ленин. Бойцы, принявшие присягу, уходили на фронт. Красная армия непобедима, провозгласил Ленин. Ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими. Стойте крепко, стойте дружно, смело вперед против врага. За нами победа! Разбив многочисленных врагов, покончив с разрухой голодом, первое в мире рабоче-крестьянское государство начало строить, созидать. Все было впервые. Первая теплоэлектростанция и первая азбука, первый трактор и первая сталь-магнитки, первый поезд Турксиба и первый Тогни Прогеса. Шли годы. Менялся ритуал приема присяги ее текст. Но неизменным оставалось одно. Ее принимали все, от рядового до маршала. Как старший среди вас я принимаю присягу первой. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступаю в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Этим парням, присягнувшим в мирном 39-м, выпало великое испытание. Они первыми встали на пути фашистских полчищ, чтобы защитить все созданное трудом и потом народа, отстоять свободу и независимость любимой Родины. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Это была самая кровопролитная война длиной в 4 года. 4 года непрерывной войны. И весь этот долгий путь, трудный путь от Сталинграда до Берлина победно прошел советский воин, освободив планету от коричневой чумы. Как встречали народы Европы, нашу армию-освободительницу. Великое счастье быть солдатом такой армии. История Великой Отечественной – это история беспримерных подвигов советских воинов. Вот один из них. Для выполнения боевого приказа по взятию города Николаева сформировать десантный отряд в количестве 67 человек. Командир отряда – старший лейтенант Ольшанский. Темная мартовская ночь. На старых рыбачьих лодках десант подплыл в горы. Который поставлен на том месте, где мы высадились. И проходят корабли, дают сигнал в честь стрельков-десантников. Вот здесь мы на шлюпках пришвартовались, высадились незаметно. Накатывал туман. Шел, морозил дождь со снегом. Никита Андреевич Гребенюк – бывший старшина второй статьи, участник десанта. И вот с этого места мы стали продвигаться по окраине порта до нового элеватора. Начало расцветать. Туман тоже рассеивался. Там видели мы лестницу. И стоял отдельный домик. Оказывается, это контора элеватора. Здесь мы и заняли оборону. Здесь-то, конечно, много сейчас построек. Их тогда не было. Обнаружив десантников, гитлеровцы бросили против них взвод. Он был уничтожен. Бросили роту. И ее постигла та же участь. Чтобы покончить с дерзким десантом, фашистское командование направило против него танки с огнеметами. Двое суток держался отряд. Враг окружил десантников, предложил сдаться, пригрозив, что иначе они будут сожжены заживо. И тогда, до конца верные присяги, советские воины передали по рации своему командованию напрямую, открытым текстом, чтобы фашисты знали их ответ. «Мы, бойцы и офицеры, моряки отряда товарища Ольшанского, клянемся перед Родиной, что задачу, стоящую перед нами, будем выполнять до последней капли крови, не жалея жизни». И в конце добавили. Подписал весь личный состав. Весь личный состав. Все они, живые и мертвые, удостоены звания Героя Советского Союза. Память о подвигах советских воинов чтят во всех странах, освобожденных от фашистских оккупантов. ПЕСНЯ 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 Уже более третий века мы живем без войны. Советский народ, сказал Леонид Ильич Брежнев, показал, что он умеет хорошо использовать благо мира. ПЕСНЯ 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 Но мир воцарился не на всей планете. ПЕСНЯ Подсчитано, что за эти годы произошли 74 так называемые локальные войны и 394 военных конфликта. ПЕСНЯ А в последние годы стало еще тревожнее. Не было такого дня, чтобы империалисты не готовили агрессии против нас, а поясывая границы стран социалистического содружества, военными базами. ПЕСНЯ ПОКОЙ РОДНОЙ СТРАНЫ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ ОБЕРЕГАЕТ СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР и советские законы, беспрекословно выполнять воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь народное и военное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, произносит молодой воин, присягая на верность родине. Клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бойцом. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей Родины. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил СССР, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Этот день не выделен ни в одном календаре. Но для этих молодых солдат он будет самым знаменательным. Сегодня они приняли военную присягу. С праздником вас, товарищи солдаты! КОНЕЦ КОНЕЦ